Девушки отдыхают 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 думаю прилюдно я понял что общество что пофигу вообще на зашкварные поступки есть просто рэпер воспринимаю по поступкам я лучше не буду называться рэперами у нас кем угодно там музыкантом то есть ты пошел все-таки по стопам джонни бой он тоже решил не называться рэпером все ногу так это как этого тебя не рэпер или нет не то что я не рэпер не надо меня причислять к рэпером общей массы да то есть я лучше буду из другого котла из такого пацанского рэпу где люди отвечать за слова но что самая самая жесть который сделал лишь по твоему для меня все поступки они одинаковые все что он сделан на одном уровне что собаки накладывать что он заявление реально я спалил на эту не я сам зашел в комнату к и зашел он не хочу прям подробности описывать но я сам спалил фигню поэтому если бы этого не было было бы неправда хоть что-то из того что я сказал лёша бы я думаю что его друзья мне вы сказали об этом корону оскорбил кто будет решать за него этот момент все как подморозились и делать после всей высказанной истории лёш сразу сделал видео обращение и он извинился перед ланой то я ванна спросил тебя устраивает она года внуш больше претензий на ключе план это меня извини правда сама посмотришь ничего там обидного не сказал официально извиняюсь а если бы он не извинился перед ланой чё бы ты левым уебал сломал потому что моя женщина я не знаю как там в общественности принято не принято там бить кого-то людей не бить не очень похуй батлишься батлишься со мной нахуй ты мы женщину смотри если была возможность сейчас что-то поменять в батле вот чтобы ты точно не сделал не бы стал бы бухать просто еще единственным а так по тексту по тексту я бы просто на 2 бишь первый раунд я хорошо прошел второй раунд подсердить 2 говно да уже агуфу не он выпил только по моему кровавого моря одну и все то есть он знал прекрасно что мы очень не пить а я как бы блин мне вообще пофигу я пришел высказал судьи мнение судей мне насрать на это мнение мне очень много людей писала вот этих малолетах которые там в интернете что я тебя там разнесли и так далее но разнесли в чем никто не пишет в том что ну что мне сказали на я фиг знает что что я колхозник надо я приехал я не родом не из москвы дальше что он сказал что он там бывшую мою тёлку ведь отшпилил но были этот флаг ему в руки то что на я спилил но отшпилил дальше что якобы половину телок его знает до не до того как он с ними встречаться начал и чем не теперь каждую каждое имя и называть надо было или чем не делать для меня это battle был именно поднять бабла во первых раз она уже там засветилась и бабло что рейстик сказал ну-ка 100 лёжского два мульта я уже думал отлично лям упадет и поднять эту историю раскрутить ее именно так определенное количество тот слушатель который понимает о чем я сказал то слушатель который живет принципами что вот такие поступки делать неправильно это зашквар для мужчины и уж тут для рэпера блять вот это слушатель меня очень интересует я люблю этого слушателя я его и получаю мне было очень интересен он а вся эта малолетняя хрень который там целыми днями пишет в лёшка разъебал да я хуй на вас на всех ложил мне несколько рэперов позвонила ну как бы применение не буду называть мне все одни говорят зачем ты нажрался ты первый забрал второе забрал почти третьего ты забрал если бы как бы ты же понимаешь игру все равно бы отдали всем ударе то есть ты считаешь что первый раунд выиграл на второй я уже сижу сам смотрю господи позоришь какой 3 3 сдал потому что и половину вообще не проговорил и не отыграл тоже еще и напор должен быть я напор в первом еще начался у меня твои три самые крутые панча как ты считаешь блины счастье не спуни вспомнил один самый крутой ну наверно про собаку про сына не буду говорить я хотел просто ему напомнить ну просто ему напомнить публично чувак бизнес и сын такой правильный а семьянина 2 из еще один сын хотя он там салам сказал да все есть а теперь съезжаете по отнимаю я знаю кто это еще это вот сколько мы лет блины не помню лет 14 13 тыс не знаком я знаком с его мамой из папы которые думают а какие от гуфа панча зашли тебе вот что-то запомнил про вас не очень понравилось как он сказал я до конца до вас ты ничего речи или не расскажешь и он там устраивал видел вид что он мой друг его не думал что я там про него бедному несчастному скажу однако у него в тексте там и бывшие проскакивает и что я там колхозник приезжий ну то есть как бы на фоне всего этого за дело нет меня не это за дело меня за дело то что как тебе объяснить короче окружение лёши на вас на мы состоит из приезжих мое окружение тоже в основном состоит из приезжих я тебе скажу что окружение 99 процентов людей живущих москве не приезжий меня единственное что меня очень сильно задело прям очень сильно чуть не втащил это про лану как-то только пожалуйста и начни опять будешь выглядеть как быдло и я не понимаю откуда слим знает текст лучше чем лёша если лёш писал сам ты что думаешь он вам стал и не думаю ничего просто за интересно откуда слить знает настолько хорошо что сам не знает лёша сзади него стоят бэк эмси 2 его они не знают слим знает а как ты понял что он знает потому что ну он же когда лёша забыл там же ему кричали слим кричал ему текст все началось не с того что мы там концерты центр это другая совсем история началось того что я увидел то есть я как бы слышал что у меня тоже спиной поливается когда мы уши в группе были и после развала и опять когда в группе были но когда мне показали видео где он меня сарет при чужих людях оскорбляет меня моих друзей чем говорил вот он мудак все его друзья мудаки брать наркоманы лёша говоришь мои друзья наркоман у меня половина друзей мастера спорта там понимаешь все его подруги шлюхи силиконовые мне нет силиконовых подруг ты я увидел как он сидит с какой ненавистью срёт меня это было это было когда он был в израиле и все и у меня сказал ах так ты уеба губы такой ты думаю ну ладно хорошо будет пусть вот он там испанинам тусуется вместе на пара это такая алексей навальный алексей пониный алексей дома на продавали на даже спрашивая смотри про вот про корону ну слушай это было еще зашква реально ему отдали корону вы не вынесли корону насмотрелось это очень очень жестко вот компания мои партнеры придумали потому что меня всегда обламывал на версию что не дает какой-то приз что корону вынесли это просто по подарок было там ну типа версусу типа я эту корону заберу или что-то это вообще была идея ну тебе просто подарок и на память самый дорогой battle это от ювелирной компании да да а почему кстати это не назвал не сказал название это же бронеский ювелир вырезали название вырезали я не ругаюсь организаторами женами рэперов детьми рэперов блять и так далее ругать с рэперами могу с блогерами посраться друзья в своем блоге я показываю как изменить свою жизнь как взглянуть на себя по-новому с другой стороны как научиться кайфовать как научиться путешествовать как получать реальные большое удовольствие от жизни и на самом деле есть такие маленькие чит-коды которые мы не которым мы не пользуемся но они очень простые например деловой костюм до в деловом костюме ты чувствуешь себя по другому ты когда его деваешь сразу видишь как меняется отношение окружающих видишь как меняется твое внутреннее ощущение да ты сможешь увереннее так далее и сегодня я вам покажу антона и стаса это два парня которые создали свой собственный бренд это патрик мэн они действительно сделали крутой продукт крутые костюмы короче они все сами расскажут погнали на что друзья встречаетесь из героев это антон и стас основатели патрик мэн и здорово здорово чё парни погнали показывайте свой бизнес что у вас здесь кроме вывески красиво смотри у нас второй магазин собственно да удалось 2 красивая вывеска смотри мы продаем костюмы и подаем костюмы много в большом количестве поэтому здесь у нас их тоже много 7 здесь 300 костюмов у нас присутствует ассортименте именно в магазине в сезон у нас здесь полки просто забиты вешать костюм некуда по 700 по 800 к сейчас не сезон сейчас не сезон потому когда сезон сезон летом мы сгадались как раз таки вот март апрель это самое начало сезона основные клиенты и выпускники вот сегодня нам как раз не поступил звонок на склад час разгружает костюмы 7000 костюмов приехала в один сезон нам должно этого хватить 7000 костюмов это сколько в розничной цене в розничной цене слушать что-то около 150 миллионов вау может чуть больше красавчики а сколько вы за тот год сделали чест в москве около 120 по моему где-то миллионов получилось и плюс регионы 200 миллионов это всего с регионами так парни расскажите как вообще с чего начиналось обычно не очень это считается не очень круто ходить в костюмах когда тебя тебе там 18 лет 20 как это у вас было вы сами как костюм носили не носили мы носили как бы по долгу работы до когда заходишь каким-нибудь хорошим клиентом общей сайтами занимались начиная там с десятого года стас может чуть раньше да и на какие-то деловые встречи одевали костюм вообще мой первый костюм там еще где-то в японии далеком прошлом я там купил его помню за 100 долларов он сидел как мешок на улице было суши мне было лет 14 может 15 это было так мне просто позвонили скажешь я завтра должен быть в костюме да и я там взял деньги пошел по магазинам просто единственное чтобы я еще худенький был по размеру то что на себя нашел и все смотрелось очень нелепо но все равно знаешь ощущение было крутое потом второй мой любимый костюм был куплен в заре тоже в японии там качество хорошее а у меня интернациональная семья у меня половина семья японцы половины русские и у меня очень японец поэтому 12 лет там прожил поэтому что касается сервиса качество обслуживания то есть это все вот я там черпанул из японии здесь пытаемся это ретранслировать значит эти люди которые ультравежливо отвечают по телефону эту японская история круто стаса ты когда связан с японии внешне я вниз ребят это японский магазин патрик мэн написать проданы в японский я не связан с японией я родился в калмыкии на юге россии до 16 17 лет а то есть там присутствовал и там костюмы не носил потому что у меня был такой дикая юность я по ту пору работал радиоведущим и еще помимо этого играл в рок-группе поэтому там то есть балахон с надписью металлика или же нирвану если костюм только рваный да только рваный костюм начал одевать на втором курсе и фактически не снимал вначале вы увидели что это супер ниша что это будет долго жить суши костюмы всегда покупают то есть у нас даже один из товарищей наших в какой-то момент сказал ребята вы вот пользуюсь финансовым теремином продаете комодис то есть то что нельзя не купить как соль сахар то есть хлеб если взять тех же парней как бы не факт что им нужны будут нужны костюмы но если они находятся там перед свадьбой или же находится перед выпускным то костюм как бы маст хэф он играет вот к теме комодисе про который 100 сейчас говорит ну вот смотри вот этот костюм который на мне да он относительно 10 лет как был актуально еще 10 лет так и будет актуальным то есть если правильно закупать просто проданные размеры да и отшивать то проблемы неликвидных остатков они присутствуют но не так критично это все то есть можно в конечном итоге продать то есть у вас есть некие образцы вот то что здесь висит и вы под человека можете ушить на пуговицы поменять все что-то это такой получается шоурун да и вы уже внутри можете менять даже реальный кейс эти скажу да у нас оставались маленьком количестве этому костюму такого песочного цвета да они двойка были то есть двойка это брюки и пиджак тройка это когда еще жилетка и человек я очень хочу к этому костюму жилетка уже и на фабрике ткани нет а у нас случилось так что пиджак отдельно вы продали да еще дополнительные а брюки остались в остатке и мы клиенты гмс хочешь у нас есть брюки мы из этих брюки сделаем тройку то есть жилетку еще пошел в итоге расположил брюки из пиджака был случай потом тоже шили то есть ну ткани то хватает если правильно скроить то в принципе может нужно вот что происходит с человеком когда он к вам попадает вот приходит слушай знаешь крутая информация я несколько раз давай давай на кого-нибудь давай давай реально попробуем ну давай а то можно сводить слушай вот раньше вообще считалось что коммерция на своем творчестве на рэпе это не гнет никогда не считал не считал ну как было скажи мне где это где это вот кто это придумал это наше поколение рэперов придумал это мы в 96 94 год говорили о том что если на телике ты попса если ты продаешь музыку ты попса если снимаешь клипы ты попса это нас это мы придумали это московская туса придумывает нигде в россии не был окей но она же была но это мы придумали в нашем половину отчасти надо правду сказать мы завидовали тем кто на телике рэпе мы действительно завидовали мы не могли так одеваться и вот на фоне этой сей началась и начались разговор типа попсел да возьмем у тэнк клипы есть бабки зарабатывают в кино снимаются вещи блин продают и чу попса вам скажу у тэнк попса нельзя сказать что у тэнк попса это чушь собачья да конечно если ты например если я например запишу тонку песню с какой-нибудь с бузовой с отказать зашкварный будет приборим всем вам хорошему тоже николе я лично знаю но именно с точки зрения музыкальной совместной деятельности это неправильно то есть это это совсем уж прям ну такой типа ход коммерческий отец проблема с концертами у меня с концертами у меня были проблемы концертами когда я был под следствием я когда вышел бодрый мы сделали бодрый в итоге кстати не бог подается лишь может узнать хуйца и только записал бодрый меня началось следствие мне больше года был под следствием я был на выездной потому что мне было обвинение в экстремизме потому что сказал что качи пидорасы высказал просто мое личное мнение и сказал что типа нарисуйте хуй на машине когда увидите машина антидилера и меня за это втянули ты клип снимал свобода 2017 до 20 рублей да там какая-то движуха была по поводу обвинения дяди сэма навального там я говорю о том что вот эти походы вот эти вот вот эти беспонтовые походы я просто был на первый болотный я видел как это происходит я видел как муку ментов вам он кидает бутылками которая ничего не делает стать не кидают бутылками и вам он врывается начинает эти типов откусывать я не знаю что там дальше было ну как бы я видел почему это началось и когда потом я телеке увидел что просто монтам всех лупит зубинками без разбора я понял что происходит люди провоцируют сами конечно есть там он особо в башню бутылкой зарядишь конечно тебе даст пизды ну я еще из того возраста который помнит 90 и только вот этого белого дома вот это все беготни ельцин свобода и так далее то у страну развалили эту страну тоже сейчас развалить хотят хотите поменять чудо идите двигать и сделайте не надо говорит ой нам ничего не дают чушь собачья я знаю людей которые приезжали мы приехали там штамбова оттуда отсюда которые просто с ничего с нуля вообще с нуля люди выстреливали себя сейчас там двигают и стараются что-то делать для страны да мне не так хорошо живем как хотелось бы но мы должны блин понимать что мы за весь советский союз отдаем долги что у нас население никто не хочет работать кричат у нас нет работы но как нету я когда до до того как выстрел у нас рэп я начал ездить первым концерт 90 каком девяносто шестом и девяносто восьмом мы с отверженными что катались мастер спенсер дина mc47 мы отверженные катались ну то есть это да еще было я помню тогда вот тогда были проблемы с работы действительно вот тогда это мы находили работать сейчас все нормально все нормально иди работай не хочешь работы не хочешь работать и становись блогер но он становись блогером да сейчас можно миллион вариантов благодаря интернету появилась миллиард да у нас проблемы там в тюрьмах потому что в тюрьмах людям относится говно я считаю что это плохо это надо исправлять да у нас проблемы с пенсиями так далее но это надо как-то точечно исправлять они вот так вот давайте снесем от правительства посадим навального блять охуенная идея долбоеб долбоебом он как рассказывать юридическое образование попадает последствия ему дают статью он знает что он не может последствия стать президентом он требует поменять конституцию чтобы мог стать президентом выводит малолеток на улицу при этом при всем собирает бабки зная что этого не будет ммм чистой воды просто лохотрон и люди блин за ним топают я сказал об этом и я выпустил от клипа этот down bin ему дали денег к таху купили кто этим я всегда говорил вот пришли вы мне сказали вы чувак вот за путинскую движуху от мы тебе даем лям запиши песню я бы забыть уже оба записал песню я забыла про путинский на то я не боялся вот наезжать на навального и потом вообще насрать и не заметили еще мне вообще по барабану навальный овальный анальный влеть я не знаю там груди не не груди не но если по барабану на все я человек воспитанный вот мужчина мне должен делать этого чел гражданин не должен делать этого я не город незаконно плаш незаконно послушный гражданин который слепо открывает кодекс делать нельзя нельзя и так далее очень много чего делал своей жизни который делать ничего делать нельзя но когда стоит вопрос между гражданской позиции и целостности моей страны я из тех людей которые будет так стопы тоже если бы навальный собрал какой движуху и я не знаю пошел бы на кремль чем-то ну как бы какой движуху я не знаю ни одного адекватного человека взрослого нормального с головой который был сказал бы да навальный красавчик почему распался центр закрытый вопрос я не буду делить эту информацию хочу никто никому не рассказывал мы все знаем за много кто в москве знает очень много людей давай скажем нет я не скажу то есть ты такой думаешь сейчас такой фурас нарисовался эти такой раз и открыл тайну версток бабок предлагали всякие сми и горят мити там низк миллионов дадим да расскажи я не буду это рассказывать не хочу мне были собаки замешаны это это грязь это личная лёшину собаки там не собаки это его личные именно его поступки а что там произошло вот вот в этой ситуации там это много людей знает мы знаем что произошло тем летом но ты согласен что губ был в центре да ну он был центральную фигуру дом был центральный фигурой а какая у тебя была роль главное весь промо вот это все движуху не понятно лёша блин талантливый парень и так далее все и молодец он вот но все-таки за любым артистом стоят люди мы с водиком очень много делали и это приносило как бы общую пользу даже когда лёша ушел ходы все говорили все центры не будет вон там лишь пояс вот лежит это рума вот это рума когда нас все хоронили говорили что все до группы центра больше нет лёша ушел группа центру умирает они делают альбом баста губ вы делали многие альбом легенды про центры и он становится лучшим альбом года весь интернет вот так же как сейчас меня там поливал и его тогда я убедился от ничего не решает я выпустил альбом папиросы и что и он стал золотым по дискам продажи диском золотым это еще серьезно ничего не меняет вот это вся вот это писанина в интернете здравый человек писать не будет ты часто пишешь кому-нибудь комментарии гадки я такой бы суши красавчик ну вот я вот не пишу никому очень редко я могу в комментариях а про меня что-то написали написать там куда-то ответ но чтобы я там залез кому-то на страницу и начал писать там кого-то поливать как гуф там написывает макгрегору и думать что сейчас макгрегор ему ответит уже а ты чё-то делал для хайпа такое что после ну вот за что те стыдно для хайпа за что мне стыдно я очень для хайпа именно в особ хайп навести я бы ты сидишь думаешь такой какая-нибудь новость как бы что-нибудь такое сделать не такого мне не бывает у меня как раз хайп происходит есть тех рэперов которые просто берем вот я вижу мне что-то не нравится там вот там с этим дебилом с хованским во мне раньше он пишет им пишут его вот сейчас все об этом република пишет репаблики все пишет если этого хайп из хайп из они тупорыл они понимают что просто высказывает сомнение скажите хованского ты долбоёб ну как бы мне тебя жалко ты опухший уродливый морально физический человек ущербный который выезжает насчет за счет твоих блогов где он так гадости про людей пишет жри свою шурму пей свою пивку потихоньку подыхай цирроза тебе ты знаешь сколько будет хейта под этим интервью они будут просто их будет разрывать они будут сидеть наяривать как он заебал как он хайпится вот они тупые они не понимают выходят battle мы сидели смотрели вышел battle мы угорали сидели 10 минут еще не прошло там уже триста или четыре сообщения что меня разъебали как собаку зачем не успели вообще еще посмотреть даже не успели они уже там начали топить там уже количество голосов за гуфа огромное слышно скажи ты в пятнадцатом году учета с оксимироном там у вас как движуху да не будет движух и все мои отношения к лёше и после его поступков он где вы считаю рэпером для меня фэйс больше рэпер чем например там тот же оксимирон потому что жизнь другая сейчас ты ничего не поменял мнение свой продукт по поводу именно рэпа нет и оксимирон сказал песни так сказал что моем рэпе нету во мне нет рэпа значит в моем рэпе нет птахи я послушал говорю прикольный то типа оборот прикольно мне понравился я не в отношусь плохо к из как симирону это считаю что он предал своего друга в тот момент вот диму шока у меня есть не своем мировоззрение свое понимание типа музыки у него и свое знаешь как один мудак смотри другого мудака и думает вот и мудак привет друзья хотите вы этого или нет но мы живем удивительное время мир уже изменился блокчейн это не просто технология это целая отрасль целая сфера экономики огромные компании выходят на оси а инвесторы фиксирует сверхприбыли а владельцы безумных идей получают миллионы долларов за пару дней короче в этом срочно нужно разбираться и чем быстрее вы это сделаете тем быстрее изменится ваша жизнь последний месяц 50 процентов времени я трачу на исследование темы блокчейна и криптовалюты поэтому не могу вас не пригласить 27 и 28 марта здесь в москва-сити пройдет самый мощный блокчейн форум каких еще не было 10 тысяч участников уже зарегистрировали за этот форум больше 60 спикеров которые в совокупности набрали больше 300 миллионов долларов на оси и поверьте им вещам поделиться герман клименко советник президента российской федерации по айти будет на этой крипто конференции и расскажет о будущем криптовалют блокчейна в россии короче поехали со мной сейчас я расскажу еще немножко поподробнее на форуме вы узнаете об инвестициях криптовалюты о том какие бывают стратегии как выйти на осиоли как реализовать свою идею если вы стартапер свои стенды представят и поставщики оборудования и фонды и обменники короче все участники криптовалютного рынка спикеры будут выступать параллельно в трех залах первый зал это инвестиции в криптовалюту второй зал айсио где стартаперы будут презентовать свои проекты третий зал технологии для программистов и для самих стартаперов короче друзья крипто ивент который пройдет 27 28 марта москва-сити это офигенная возможность завести новые полезные знакомства и разобраться в теме и у меня для вас офигенная новость 100 билетов вы выбили для вас от организаторов совершенно бесплатно прямо сейчас переходите по ссылке снизу и приезжайте не упустите такую возможность а кто не успеет для вас скидка 15 процентов по промо-коду сергей косенко и также если вы зарегистрируетесь по бибилетом то у вас будет возможность пообщаться напрямую со спикерами друзья такие возможности представляете в жизни не часто поэтому берите делайте до встречи пока да ребята ребята стопроцентный лайк короче вот давайте представим что вот пришел денис он пришел как вы видите это зарядка он практически уже в костюме операторский костюм рабочий инструмент да да в люк и жил короче давайте давайте парни вот прям что происходит приходит человек помогает смотри за первым делом приходит человек мы спрашиваем вообще зачем зачем тебе костюм для начала да ну как чтобы выглядеть солидно там каких-то может свадьба мероприятия работе там может отлично смотри первое что происходит то есть мы выявили потребность да а дальше пытаемся определить его размер выглядеть стильно да но обычно человек приходит на самом деле не так говорит там обычно свадьба да у невесты платье такого-то цвета или платье купили денег осталось только то поэтому ребята помогли подни пожалуйста руки как смотри измеряем охват груди по охвату груди мы в принципе определяем какой ему нужно костюм 98 можно говорить 100 что 2 это это хорошо ли было нормально тебе решать костюме неважно вот смотрим примерно понимаем какой у него размер то есть отдельным вот этот объем груди на два у нас получается размер на то есть размер у нас там 48 дальше чтобы облегчить работу нашим консультантам да и людям у нас развешаны костюмы исключительно по размерам да то есть допустим сейчас мы стоим там у 50-х там 52 размерного 48 у нас там то есть мы идем сейчас сюда ты носишь костюмы я вообще не ношу костюмы то есть но у меня как бы даже нету такого костюма давай короче предлимся самого начала то есть что у тебя там ты его на повседневку будешь или нет я у меня вообще как-то образ жизни и моя сфера деятельности она как бы костюм не предполагает поэтому бывает такие например мероприятие как вечеринки там или официальные какие-то страница шли ты джинсы джинсы нет я вот ношу какие такие вот нейтральные штаны джинсы нет я понял так чему-то предпочтение даешь каким цветам но наверно более такие синие тона темно-синяя как бы серые черные короче смотри пока он заговаривает зубы моя задача ему дать что-нибудь одеть так что девайс деле как у ребят которые работают ну вот юра сидит за стенки у нас как бы есть главная конкретная задача первое чтобы клиент начал чувствовать то есть его нельзя оставлять у нас если даже в раздевалку пример не зайдешь там нет зеркал есть большие зеркала в магазине в вот 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 собственно говоря тут потому что оставлять его наедине с самим собой то есть ну вот он одел костюм ну как он тебе ты не знаешь как ну то есть усел сел он же где-то жмёт где-то не поджимает как бы если ты его оставишь там к примеру в примерочной вот он примет сам решение ему что-то не понравится то есть вот у него там сочетается сейчас цвета темно к темному он скажет как бы ну я не знаю поэтому предлагаем сразу давай-ка ты наденешь сорочку чтобы образ был полный до посмотреть ты сказал то что ты ходишь на вечеринке на клуб вот это мероприятие как бы то что ты ищет ну то что антон тебе порекомендовал это хороший тон ну как бы он знаешь такой классический то есть его можно носить куда угодно я бы тебе на самом деле предложил бы ну чуть более как неофициальный цвет вот допустим вот этот потому что мы сделали мы померили и сократили количество ошибок до минимума то есть мы по нашли его размер второе мы посмотрели подобрал мы похожие же лекала вот на посадку то есть мы понимаем смотрим что лекала у него более-менее как бы села на него здесь у вас разные по разным лекалам это не да а там партикулы видно какой какой посадки 23 момента то есть это к консультант портной должен учитывать то есть у кого-то там примера чуть-чуть шире грудь у кого-то чуть-чуть там уже или шире талия самом деле и это нужно как раз таки смотреть бывают ребята которые приходят в и спортзала и у них собственно говоря бицепс то есть там достаточно широкие модель классическое при талии ну допустим который на денисе она ему не будет подходить смотри ключевая ситуация на с лекалами это полнота по талии то есть плечи они и грудь более-менее стандартные полнота по талии и длина рукава дальше бывает такая значит фигура вот игрушек когда там животик до плечи узкие то есть вот и по талии ну по груди померили одели в талии подходит все а здесь допустим плечи висят то есть в этом случае мы просто отрезаем вот здесь вот плечи просто поднимаем их и костюм идеально садится полно ну вот в частности по нему по этому цвету он более живой вот здесь есть несколько операций которые казалось бы ну костюм костюм пиджак пиджак висит но если мы посмотрим на рукав здесь все-таки стоит сантиметрик два-три прибрать да почему потому что во первых а должен быть манжет виден то есть я вот сейчас допустим без сорочки видишь у меня короче если я с ручку подел у меня как раз таки те же полтора сантиметра были бы видны не парься мы сейчас все это сделаем вот это во первых во вторых как бы у него сейчас достаточно плотная кофта и на образ не видно я давай как мы сделаем следующим образом сейчас подойдет юра юр даешь вот я попрошу сейчас юру подобрать тебе сорочку подобрать тебе сорочку подобрать тебе собственно говоря ну брюки от этого же пиджака и немного как раз таки поработать спортной чтобы тебя образ мы посмотрели как получилось хорошо супер да давай спасибо да ребята очень выгодно быть мы оператором нашей команде вот и получаешь под ключ трансформацию кстати реально классный цвет мне понравился вот все он готов уже но он такой вообще сейчас увидишь не буду моменте он вообще другой но такой ну короче ланто все говорит хорошая неплохая инструкция да слушай ты баллотировался в депутаты лдпр что это было блядь ну это представь себе рэпер округ шишкин лес ну сам прикол понимаешь я не повесил ни одну листовку я не написал текст даже что я там что-то там давайте голосуйте я ни разу я один раз приехал вот шишкин лес гриву мою такое сейчас райончик такой я привезли туда парни будет вот будешь баллотироваться по этому округу игру серьезно надо было дпр вступить а зачем чё за парни друзья зачем они так хорошо ты живешь в россии движение свои ты знаешь приказы я не знаю но реально вот меня не возят вы никуда в шишкин лес ну нет у меня круг у нас круг общения с тобой разным лдпр стоит серьезная большая фракция это не шутки ни хера и ты решил стать депутатом лдпр я решил стать муниципальным депутатом я пришел мне дали эту штуку как она называется парк билет лдпр овский мы все поржали все обошел партнерат не был ничего не получилось да я проспал я проснулся в два часа дня мне там выборы забил на эти выборы через буквально три четыре дня уже потерял к этому всему интерес ко всей этой движухе мне стало неинтересно скучно я решил что у меня депрессия и начал бухать слушай а жириновского ты видел? нет нет сейчас модно фиты делать вот мы с тобой говорили уже по этому поводу фиты не с рэперами да с кем-то там я не знаю из попсы с кем бы ты хотел вот с Мариковым сделал бы фит? нет он сейчас хайпует сильно вот ты не видел? он хайпует сильно очень много ну старичок чё хайпится пусть хайпится почему нет? главное чтоб он не перерастало это все ну типа в идее что я рэпер так вот рэпчик читает одно дело читать рэпчик другое дело когда ты впихиваешь что ты рэпер я рэпер чему блин давай спойлер какой-то вот ближайшие там пять лет что ты думаешь делать? да у меня сейчас выходит альбом сейчас я начну хайпится как? вот например ты здесь должен людям сказать у меня выходит альбом выходит альбом? зануда за упокой да будет как зануда за упокой? а почему кстати зануда? ну вот потому что вот такое я постоянно блин это неправильно так нам нельзя делать это все надо делать правильно здесь кто тебя первый назвал зануда? легенды про вот я что-то проходил по студии что-то ворчал там на них они там пиво что-то настояли блять нельзя тут пиво пить здесь оборудование стоит они ты такой зануда и все это привязал зануда зануда я так альбом первый назвал зануда папиросы и никто не знал что это мой альбом сначала альбом вышел и все так восхваляли его он прям поднялся очень сильно резкого и большие продажи были куча концертов огромные залы и потом узнали что это я мне говорят птаха говно а зануда крутой да так писали птаха говно зануда крутой он похож на птаху но он круче чем птаха смотри у всех разные пути я общаюсь с миллиардерами там да с предпринимателями вот с блогерами там с рэперами у всех разный путь у тебя свой путь он я так понимаю что было херово когда еще да сколько было вот но скажи когда ты был на дне ну как москву приехал очень было тяжело я из не из богатой семьи война и все это дело отец ушел коммуналка вот это вот вся жесть была и умершие друзья наркотики воровство аферизм попытки и религия и шизофрения и все вкуп все 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 у тебя была ну да у меня была на почве там переборщил меня на почве религиозная всплыла очень сильно гаши с какой-то гадостью химический чувак с австрии привез меня накурила я у меня была были признаки отечность коры головного мозга у меня люто глючило я влечил голову полгода почти у меня были дикие галлюцинации были после паранойи просто все это я реально помню те моменты я плакал у храма вот у меня там лучший друг Серега стоит браковой тени он даже говорит я думал что все я потерял потому что стоишь вообще никакой меня пичками таблетками и ты стоишь у тебя чуть не слюна вот так вот и стоишь никакой тебе что-то говорят я вылез из этого всего я вылез из нищеты не сел в тюрьму и не предал никого ни разу в своей жизни то есть я молодец но как думаешь за счет чего что в тебе такого чего других нет я не знаю я не один такой в этом мире есть много людей таких смотри но у тебя есть известность тебя знают миллионы людей концерты вот за счет чего как думаешь не знаю за счет подарили мне сверху где-то возможность чтобы меня люди слышали и оно пришло и я пишу и меня люди слышат у меня продаются хорошо ему зло да я не собираю олимпийский но я как-то никогда к этому не стремился к олимпийскому рэп это то чем я живу то что я люблю помимо этого у меня семья есть друзья есть религия есть какие-то приколы в сторону там политики интересы небольшие то есть я в этом отношении своеобразные я из тех рэперов который городской живет в городе но я периодически могу взять палатку собаку свалить на неделю в лес в это все во мне то что оно сложилось вместе дало мне то что я имею сейчас поэтому когда мне говорят что бы ты поменял в своей жизни я говорю ничего ребят смотрите вот реально на разных людях костюмы по-разному сидят смотришь по телеку там не знаю госдума но там да вот ребята такие бесформенные костюмы есть актеры звезды у них все идеально в чем отличие слушай смотри значит ключевой момент первый телек там действительно должно быть все идеально и зачастую она идет в ущерб комфорту да плюс ну знаешь там бывают такие случаи когда оператором обходится со спины да там просто вырез и рубашка торчит потому что костюм должен спереди торчит джеймс монт писаешь когда он там бегает там что-то делает то есть либо материалы очень стрейчевая да и по сути он даже не шерстяной то есть это костюм который просто трансформируется очень сильно тянется в нем можно выполнять акробатические трубки там сейчас люди приходят и начинают знаешь вот одевать костюм и делать вот такую физкультуру ребят как бы это не тот костюм то есть тут будут складки потому что это ткань и дальше что касается политиков да политика все-таки уже люди более взрослые и фигуры меняется там не всегда успеваешь за этим следить потому что идеале конечно индивидуальный пошив да но в идеале это костюм покупаешь один раз 20 лет это по старинке а сейчас получается какая история ты пошил на себя костюм от если в идеале я купил подогнал да и вот у меня допустим вес там гуляет плюс-минус там пять десять килограмм у меня на каждую свою фигуру есть несколько костюм это сейчас на пике я готов идти дальше я же по-другому то есть вот если так у антона но антон прям у него прям сильно короче вес меняется у меня бывает такое то что там когда ты качаешься или там бегом занимаешься тебя раскачивается там ноги и я просто прихожу и в брюках пускаю на пол сантиметра на сантиметр этого запаса вполне хватает то есть это можно делать без изменений но без каких-то больших изменений да ну по факту ты можешь прийти то есть бывает допустим часто то что многие не заморачиваются над этим хотя стоило бы потому что внешний вид он многое говорит о нас и особенно если говорить классический костюм это вот принято там да ты купил сейчас футболку ты можешь я там через месяц буквально вот выбросить ты купил сорочку она как-то снашивается ты ее не выбрасываешь но пока вот она прямо не сносится и ты ее туда выбрасываешь с костюмом же получается хоть он и стоит по цене там 15-20 но то у нас тысяч рублей с костюмами расстаются более нехотя это вот у нас наследие еще от наших родителей ну да я кстати сейчас понимаю что у меня реально они висят все же знаешь эти любимые вещи да которые вроде уже где-то жмут или наоборот висят а то все равно хочется носить парни скажите как вот вы ваше мнение да кто самый эталон вот в костюмах в мире правда ну смотри по костюмам тон форд ребят блин нифигасе я я удивлен я просто вообще костюмы не одеваю это вообще огонь да ты вообще да ты другой человек я реально думал что ну мне костюмы не идут ну я как бы ну casual туда туда сюда как бы и максимально что такой чуть-чуть такой деловой одевал но вот что прямо так полоценный костюм блин ребята очень круто ну ты видишь сорочка лучше смотрится потому что когда вот он одевал просто на кофту он надел просто пиджак короче да он надел вот смотри у него даже как бы ребята здесь пацаной то есть то что нужно сделать да вот манжете то есть и вот и вот собственно говоря то есть смотрится лучше для разных это только во вторых как бы каждый каждый человек даже если вы просто будете там не знаю подбирать себе костюм я блин рекомендую оденьте сначала сорочку а потом уже мертить на себя костюм да то есть в любом магазине не обязательно то есть к нам у патрикмена просто почувствуйте сначала как это как этот общий вид должен как быть тогда ну что давай твоя оценка ну я не знаю я вообще не знаю как оценить просто как бы себя с новой стороны так увидел мне очень хорошо насколько ты выглядишь вот как ты думаешь сколько стоит этот лук слушай ну а еще раз посмотрю я себя неловко чувствую рядом у меня ботега венита александр маккуин и прада ну я думаю нашу 1200 долларов он где-то так вот слушай весь вот этот лук я думаю не больше тридцатки это с учетом доработок отелье и всего а чисто костюм там 18 сорочка да сорочка до трех галстук 1800 обувь там в районе 7 но вот в 25-30 его укладываешь заворачивай огонь так ну чё парни короче на ваших глазах произошла супер трансформация я от себя реально восхищаюсь ребятами вы красавцы что вы вообще сделали то есть это реально большое дело да это такой в массы крутой продукт 18 косарей за костюм но я я могу сказать что я знаю вот эта рубашка стоит в 40 по моему до костюма два костюма реально эти кроссовки строят и столько же на вот и реально делать крутой продукт за двадцатку это мощно я думаю что вас ждет реально большое будущее вот вы красавцы развивайтесь всего хорошего и спасибо за что у нас есть давай один совет подписчикам кто нас смотрит вот что ты тебе сколько 36 36 вот 36 лет что самое важное ты хочешь сказать вот что на основе твоего пути дай какой-то совет один если все лезут в говно вот все лезут в говно стадом вот они бегут стадом лучше отойти в сторону и пойти влево вправо но не идти со стадом никогда то есть иметь всегда свое мнение личное красава да слушай погоди еще последний у нас конечно же надо что-то разыграть что-то такое ценное дорогое то есть может быть оно не но не дорогой в плане денег а вот что-то такое давай на руках чтобы реально цел охренеть ребята давайте слушай короче ребята смотрите разыграем вот эту штуку что надо сделать давайте надо напишите в комментах что самое крутое вы услышали в этом интервью что вам больше всего понравилось напишите в комментах и мы разыграем через недельку разыграем между вами слушай встретимся лично с тех кто в игру давай огонь короче можно выиграть встречу с птахой поболтаем и вручим вам приз короче пишите комменты пока пока Продолжение следует...